Всем привет! С тех пор, как мы выложили в сеть трехминутный отрывок нашего фильма «28 панфиловцев» и начали новый сбор средств, минуло уже два месяца. Без малого. И никакой вразумительной информации о том, что происходит на проекте, до сих пор не было. А необходимость, конечно, такая назрела. Поэтому сегодня я как раз хочу рассказать о том, что происходит, и о наших планах. Ну, начнем с планов. Ну, во-первых, мы пришли к нелегкому пониманию того, что этой зимой все натурные сцены нам снять не удастся. Почему? Тому есть две причины. Значит, причина номер один — это время. Потому что для того, чтобы снять кино такого масштаба, как мы задумали, и такого качества, как мы все хотим с вами, нужно существенно больше времени не только на подготовку, но и на съемки. Ну и причина вторая — это, естественно, бюджет. Потому что для того, чтобы выйти, например, на съемочный процесс, допустим, на 50-60 съемочных смен, нужно значительно больше денег, чем сейчас у нас собрано. Или хотя бы нужно хорошо представлять себе динамику сбора средств. То есть мы, естественно, исходим из того, что деньги будут прибывать, но нужно понимать, в каком темпе они будут прибывать, чтобы что-то иметь возможность спланировать. Но это не страшно, потому что это немножко меняет наши планы, но не меняет сути. Снимать мы все равно начнем. И просто немножко по-другому. Планируем мы сделать это следующим образом. Мы, имея тот бюджет, который на сегодняшний день собран, и предполагая какую-то его дальнейшую динамику сбора, мы спланировали, что этой зимой мы снимем несколько натурных сцен. На съемки выходим мы в конце февраля и будем снимать, наверное, до конца марта. Вот. Это что касается планов. Теперь, что касается того, что мы сейчас уже непосредственно делаем, и что делали там в предыдущий какой-то период. Первая задача — это, конечно же, по-прежнему актеры. То есть каких-то персонажей, которые, собственно, участвовали в ролике, вы уже видели, но персонажей в сценарии много, и требования к образам у нас достаточно высокие, поэтому подбор актеров — работа кропотливая, непростая, ужасно интересная, но экономить на ней тоже не получается. Поэтому сейчас ведется кастинг. Ведется он поэтапно. Сначала мы отбираем актеров, которые нам нравятся, потом делаем фотопробы, потом делаем видеопробы, и тех, кто нам понравился, мы приглашаем их на роли, в общем, одним словом. Они становятся персонажами нашего фильма. Кроме того, есть работа по подбору натуры, собственно, непосредственно для натурных съемок. Здесь тоже наши требования изрядно выросли за последнее время. Хочется, чтобы было как можно меньше компьютерной обработки. Да, кстати, это и по комментариям на сайте тоже очевидно, что зрители хотят, чтобы было как можно больше настоящего. Это, наверное, и правильно. И мы сами этого хотим тоже. Но для этого нужно найти соответствующую натуру. То есть, если мы говорим, например, о полях и холмах, значит, это должны быть настоящие поля и холмы. Если мы говорим о деревне, то желательно, чтобы это была деревня с настоящими домами довоенными, которые можно использовать для съемок, чтобы потом как можно меньше все это чистить на компьютере. Вот это вторая задача, то есть это поиск натуры. Этим мы тоже занимаемся. Параллельно с этим ведется работа по изготовлению костюмов. Тоже крайне интересный и важный процесс. Несмотря на то, что нам предложили помощь, и по-прежнему предлагают помощь реконструкторы, но тем не менее мы пришли к выводу в итоге, что нам необходимо иметь собственные костюмы. Во всяком случае, по большей части иметь собственные костюмы. Во-первых, потому что у реконструкторов, допустим, это может не быть подходящего размера, может не быть костюм подходящего периода, может не быть соответствующие атрибутики, например, командного состава или чего-то еще. Поэтому удобнее и в итоге дешевле все это иметь в собственном распоряжении. Ну и естественно, что по мере того, как мы готовимся к съемкам, то, что и каким образом будем снимать, оно тоже как-то в голове у нас укладывается. Мы по-прежнему делаем много рисунков, набросков, рисуем концепты. И это вот идет работа параллельно со всем, что я уже перечислил. Таким образом, вот так вот подводя итог, я хочу сказать, что на съемки мы выходим в конце февраля. Снимать мы будем до конца марта, в зависимости от того, как я уже сказал, что первое закончится, деньги или натура. Ну, я думаю, что первое закончится зима. Затем после этого мы уйдем на интерьерные съемки. У нас есть несколько интерьерных сцен, тоже достаточно больших и значимых. И мы будем иметь возможность совершенно безболезненно снять эти интерьерные сцены в течение летнего периода. Тоже их хорошо подготовить и отснять. И далее осенью мы снова выходим на подготовку к съемкам зимним. И за следующую зиму постараемся, это, конечно, сильно еще будет зависеть от вас, постараемся отснять всю, все натурные сцены, которые у нас останутся. Вот такой план. Продолжение следует... Продолжение следует...